Добирались долго, но самое главное сейчас дети в безопасности. История эвакуированных жителей Донбасса похожа. Собирались по пыхах, брали только самое необходимое. На родине пришлось оставить мужей, отцов и братьев. У Маргариты из Луганской области дома остались родители. Опасаясь за своих детей, девушка уехала в Россию, как и тысячи других. Все так организовано очень. Мы даже, кстати, не ожидали, когда уезжали. Ну, абсолютно не ожидали, что прям так. Ну, как-то об этом и не думалось. Быстро взяли, сели, поехали, собрались вообще за полдня, считай. И не ожидали. Так, прям, ну, как хорошо. И встретили, хорошо. Маргариту и большую часть прибывших разместили в гостинице «Венец». Здесь в основном мамочки с детьми и подростки. Все уже успели прийти в себя, осваиваются на новом месте. Признаются, что приятно удивились тому, что в 10 вечера город не затихает, а продолжают ездить машины и ходить люди. У вас родственники остались там? Да, у меня там осталась мама и папа. Мама и папа, да? Угу. Как они там, связь поддерживаете? Поддерживаем связь, да, сегодня общались. Сегодня была ночь очень громкая. Александра приехала с тремя детьми, братом, школьником, сестрой и племянником. Очень переживают за оставшихся в Украине родственников. Глава региона Алексей Русских отметил, что не оставят в беде прибывших. Каждого человека обеспечили средствами первой необходимости. Для несовершеннолетних готовят места в детские садики и школы. Ведь взрослые готовы выйти на работу. Для них в службе занятости подберут вакансии. Напомним, в Ульянск прибыло около семи сотен вынужденных переселенцев. Из них почти три сотни детей, включая 28 грудничков. Работают пункты приема пожертвований на улицах Ленина, 146, Гагарина, 1 и Краснопролетарская, 9.